Метод математической индукции. Один из самых главных и поэтому самых простых способов осуждения. Индукция, ну, может быть, знаете, есть такая электромагнитная индукция. Это что такое? Если в одной катушке есть ток, то, благодаря неким личным законом, этот ток примерно возникает и в другой катушке, да? То есть индукцируется. То есть одного места передается в другое. Здесь такая вот. Представьте себе, что у вас, например, стоит ряд доминошек, которые стоят на этом расстоянии, не очень далеко и не очень близко друг от друга. Вы одну из них толкаете, она при этом, падая, толкает следующую, та толкает следующую, та следующую, следующую, следующую и так далее. И так этот ряд может идти очень-очень-очень далеко. Или была когда-то давным-давным-давным-давно какая-то там живая клеточка. От нее получилась еще какая-нибудь живая клеточка. От нее еще, от нее еще, от нее еще. В конце готов получился, да? Классно? Да. Вполне смеюнкция. У родителей дети, у этих детей еще дети и так далее, и так далее, и так далее. Давайте поймем, что математику, так сказать, от этого процесса нужно. Если мы знаем, что в начале, в начале момента времени было зеленое, некоторое свойство, да, зеленое, и в результате очередного шага из зеленого получается зеленое, то сколько бы таких шагов мы сделаем, у нас всегда будет зеленое. Правильно? Согласны? Это и называется метод математической индукции. Чтобы решать задачу по индукции, надо всегда доказать базу, то есть доказать утверждение для некоторого начального числа, и индукционный переход, то есть зная, что утверждение верно для некоторого числа, доказать для следующего. Ну, это если для числа, если для каких-то более сложных ответов, ну, соответственно, бывает индукция геометрии, и где только индукция не бывает. Это один из важнейших вообще приемов рассуждения в этом числе. Так вот, давайте я сейчас, и просьба, пожалуйста, запишите просто дословно, то, что я буду делать. Я докажу вот эту теорию, формулу для y этого. Баз проверяем, когда n равно единице. Баз у от единицы это единица, умноженная на двойки, двойки. А вот единица, возрастающая третьей степени, делить на три, это 1х2х3 разделить на три, то есть тоже два. Переход, индукционный переход. Мы уже сделаем еще простую вещь. Предположение, что наше утверждение верно для n, доказать, что оно верно для n плюс один. Прямо так и пишет. Предположение, что для некоторого n, он плечан очень хорошо и способен для этого делать, у них вместо некоторого неопределенная артифика, одна волька всего лишь, да? Для некоторого n верна такая форму. 1х2 плюс 2х3 плюс и так далее, плюс n умножить на n плюс 1, это n умножить на n плюс 1 умножить на n плюс 2, и третье на 1. Тогда мы должны сделать больше всего. Мы должны рассмотреть не y, n, а y, n плюс 1. То есть у нас есть n умножить на n плюс 1, y, n, последнее слагаемое. А еще добавляется n плюс 1 умножить на n плюс 2. Вот это вот и есть y, n плюс 1. Посмотрите, что это такое. Мы можем отдельно выделить первые n слагаемые. Мы их знаем, сумму. n умножить на n плюс 1 на n плюс 2 на n. n, n плюс 1, n плюс 2 разделить на n. Ну и последнее слагаемое просто переписать. n плюс 1 умножить на n плюс 2. Понимаете, что я должен сделать? Я n плюс 1 и n плюс 2 вынесу, получив n плюс 1, n плюс 2, я разделить на n вынесу за столки. А осталась очень простая штука. n, n плюс 1, n плюс 2 вынес, делить на 3 вынес. Осталось просто n. А здесь n плюс 1 вынес, n плюс 2 вынес. Делить на 3, но надо было записать 3 третьих. Значит, соответственно, здесь осталось n плюс 3. Господа, а это и есть то, что нужно. n плюс 1 умножить на n плюс 2 умножить на n плюс 3 и делить на 1. Таким образом. Если утверждение было верно для числа n, то оно верно и для числа n плюс 1. Разумеется, вам потребуется не один раз и даже не 10 раз провести такое рассуждение для того, чтобы привыкнуть и чтобы действительно вы поняли, что такое индукция.